Около 30 тысяч человек сегодня совершили коллективное разговение в Дербенте. Там, на стадионе, на рынке Алла прошел общереспубликанский ифтар. Организатором выступил Муфтия Дагестана совместно с фондом Инсан при поддержке администрации города и Министерства по национальной политике республики. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Вход на стадион был открыт в 17 часов. Гостей встречали чтение мавлидов. Это самый массовый ифтар в Дагестане, уже второй по счету. Он призван объединить сердца верующих, укрепить их в братские узы. Общереспубликанский ифтар для нас стал традицией. Мы по опыту прошлого года видим, как эти общереспубликанские ифтары и общереспубликанские ифтары становятся фактором единения, потому что на ифтары и общереспубликанские ифтары приходят люди вне зависимости от нации, вероисповедания и так далее. Рамадан объединяет. Несмотря на положение в обществе, за одним столом здесь могут оказаться и бедные, и богатые. В этом и заложена вся мудрость проведения коллективных ифтаров. Вместе с тысячами верующих на мероприятия прибыли главы разных районов, представители министерств и ведомств, сотрудники муфтията, именитые спортсмены и другие. Это большое благо, а большое не амад. И это является признаком того, что в Дагестане, сколько бы национальностей, сколько бы конфессий не были, все время были братьями и останемся братьями. И мы сделаем все возможное сохранить нашу братство. Богословы в своих выступлениях говорили о богатой истории Дербента. Именно с этого города в далеком 642 году началось распространение ислама в Дагестане и в России. Дербент – это то место, где похоронены наши великие асхабы. Наши предки, наши ученые, которые нас обучали еще в советское время, говорили, если человек приедет в Дербент, если что-нибудь для барраката не возьмет, хотя бы пусть поменяет деньги. Почему? Потому что это барракатное место. Это самая главная причина, что здесь именно проходит такое мероприятие. Организация этого праздничного вечера предшествовала масштабная подготовка. За порядок и безопасность отвечали 2000 волонтеров. Это все люди-волонтеры, когда какое-то крупное мероприятие, Муфтиат Республика обращается к ним, и эти люди проявляют свою волю, желание, участвуют в таком народном событии. Полторы тонны риса и столько же мяса ушло на приготовление основного блюда – плова. Занимали с этим 40 поваров. Закуплено было несколько тысяч бутылок воды и других напитков. В меню включены фрукты, овощи и сладости. Которые здесь помогают человек 40-45. И мы каждый раз помогаем в таких мероприятиях. И еще будем помогать, участвовать мы волонтеры. Мы здесь помогаем, они поверят, что говорят. Рис принеси, воду принеси, огонь сделаем. Все эти работы мы делаем. Нам раз нету, какой бы работы ни было. Мы, которые нам показали работу, мы все сделаем. После наступления времени вечерней молитвы верующие приступили к разговению. Все это время со сцены звучали нашиды. Ифтар собрал в общей сложности порядка 30 тысяч человек, которые набирались в Дербент из самых разных уголков Дагестана. Атмосфера, я тебе скажу, я не ожидал, что столько людей будет. Ифтар прошел очень хорошо, на высоком уровне. Пришло очень много братьев с разных регионов. Даже пришло еще что могу сказать. Сам откуда прибыл? Я сам приехал из Хасаюрта. Вернее, из Хасаюртовского района. Было очень жарко, трудно, но, альхамдулля, мы попали сюда. Такие мероприятия, чтобы больше было у нас. Очень хорошая была сплоченность, что было у нас в Дагестане. Спасибо, кто его организовал. Для примет нашей посты и всякие благополучные деяния. Для примет нашей посты. Хорошее деяние. Очень хорошая обстановка была. Очень хорошая обстановка. Нормально. Курбан Рагимов, Камиль Девятов, Салман Гитихмаев и Нурмагомед Магомедов. Телеканал ННТ. Дербент. Продолжение следует.